Которые перегораживают скальные массивы с Красным морем, там тиранский полив. На этой причине вся биосфера здесь совершенно уникальна. Поскольку связь с Красным морем ограничена. Здесь такой своеобразный животный мир, растительный, эндемичный, как говорят, характерный только для этого региона. И, кроме того, еще одна деталь определяет весь климат, образ среди отдыха и жизни. Они течения, циркулирующие вдоль залива. Во-первых, они постоянно воду как бы очищают, перемешивают. Вода в заливе всегда идеально чистая. Цвет у нее совершенно необычный, все отмечают такой глазурный. И, кроме того, это течение, температура воды, в котором 21 градус, как бы она такая подводная река. Здесь течет вдоль берега. Это течение подмешивает к верхним слоям, компенсирует перемены температур. Летно вода не нагревается, зимой не остывает. То есть сезон продолжается в круглый год. Сегодня в Иваке примерно 50 гостиниц. То есть те гостиницы, которые можно отнести к разряду от 3 до 5 звездочек. Есть еще всякие молодежные хостеры и так далее, общежития такие. И куда приезжают студенты или школьников, приводят сюда тоже на каникулы часто, экскурсии, отдыхают. Ивак может принять одновременно где-то до 10 тысяч гостей. И основная масса очень рабочей силы ивакской занятой в сфере обслуживания, гостиничного дела. Сегодня еще одной из проблем Ивака становится слишком большое количество нелегальных всяких эмигрантов. Беженцы там из Судана, которые через Египет, через Синай проникают сюда. Ну, по утверждению местных гостей, сегодня 10% населения уже это беженцы нелегальные. В общей сложности сегодня в Иваке примерно 55 тысяч жителей. Ну, естественно, город последние годы, ну, в общем, здесь сделано. Сегодня, вот, пожалуй, две главные задачи у Ивакских хвостей. Первая – очистить набережную. Наверняка, кто вчера выходил уже, столкнулся с этой, так сказать, картиной, не очень живописной. Все эти там варьки и прочие, которые загромождают практически большую часть набережной. И приходится лавировать там между людьми, проходя там все это заплевано, забросано и так далее. Сегодня там построили, вроде бы, уже такой, как бы, навес, и, может, обращая внимание, там поставили точки подключения. Собираясь, вроде, их всех концентрированно там перенести в это место, освободить территорию. Ну, что-то, работа уже закончена, а перенос пока не учился. Это первое. А вторая задача сегодня у властей городских – это вынос аэропорта. Есть планы создания там бизнес-центра. Бизнес-центра. Опять же, там будет такой и парк, и гостиницы, кафе, и рестораны. То есть, в общем-то, сегодня очень так серьезную конкуренцию нам составляют иорданцы. Они очень сегодня интенсивно развивают там этот район, строят у себя тоже искусственную вагуну, гостиницы, аккаунт. Вот, вроде, сегодня, поэтому и власты стремятся не отставать в этом плане. Промышленная часть, как я уже говорил, это порт. Около 30% населения занята, примерно, в портовой зоне. Администрация городская, там, так далее, службу, конечно, городские. Ну, и небольшая промзона там уже на вот этой северной окраине города. Как раз вот туда мы сейчас с вами вернемся. И вот там находится эта знаменитая фабрика эйвадского камня, так называют предприятие, фабрика, музей, магазин, где занимается обработка этого уникального месторождения, этого минерала, в котором природа, как я уже говорил, соединила в единое целое лазурит и малахит. Эти камни, в поводу рецепт, встречаются по отдельности и других местах земного шара, например, в Афганистане или в Индии. Но в единое целое, как в единое целое, как бы, когда они фактически, как бы, переплетаются друг с другом, как бы, переходит очень красивая там такая гамма цветов, бирюзовый, синий, зеленый, образуют очень красивые оттенки. Единственное месторождение, это вот то, что находится далеко от Ивата, в район Тимна. Это парк Тимна, знаменитые дементные рудики. Причем месторождение, как утверждают фактически, Чеплана, работают фабрики уже на, так сказать, существующих запасах, которые тоже, конечно, не вечны. Камень относится к разряду поддевочных камней, легко подберется обработка, и отправляет его в серебро, в золото, и очень красивые изделия из него изготавливают. Все это, естественно, вы сейчас можете там увидеть, и при желании все, естественно, выстроено на продажу. Ну, там и другие камни, собственно говоря, тоже представлены, не только илландский камень. Камни вообще в древнем мире играли очень важную роль. Кстати, из илландского камня еще в древней Египте изготавливали статуэтки египетских богов. В частности, была такая зенитая богиня Хатхор, богиня подземного царства, как раз, которая владела всеми этими богатствами подземными, и изображали обычно в виде такой девушки, красивой голову, который украшал головной убор в виде коровьих врагов. Корова в Египте древняя – это символ плодородия, начала жизни. Кроме того, драгоценные камни служили в качестве амулетов, и считается, древние и древние верили, что в камнях заключена некая космическая энергия.